ребятки всем привет приветствую вас на канале приключение электроника сегодня у нас на ремонте вторая часть ремонта монитора samsung 930 bf вот что я сделал вот как видим родная матрица его снизу 19 дюймовая сверху 17 дюймовая матрица тестовая которая разбитая но у него лампа подсветки обе работает вот на газетке чтобы не замыкала естественно что я сделал только что подкидывал эту матрицу целиком 17 дюймовая все работало все светилось я подставил тут пинцетик что было видно здесь теперь я ее отключил и пробую поочередно исключать лампы вот я отключил нижнюю лампу подключил родную лампу исходная матрицы 19 дюймовая и как видите сюда идет горит подсветки у нас нет темно и тут тоже подсветки нет вот с этой матрицы 19 дюймовая то есть вот эта лампа неисправная дабы в этом убедиться сейчас я подкину сюда рабочую лампу с той стороны подключу лампу верхнюю исходной матрицы и посмотрю что будет ребятки перекинул я лампу вот у нас верхняя лампа исходная матрицы нижней нижняя лампа моей тестовой матрицы семнашки и вот как видим подсветка никуда не исчезает вот на этой матрицы горит и как видим вот матрица горит исходная тоже светится вот она лежит лицом вниз светится вот так ребята сейчас будем дальше заниматься так ребятки сейчас будем разбирать вот эту мою тестовую матрицу вот такая она и чтить 170 и x 1-300 мэйтен чайна китайос и китайос и вот такая матрица вот достанем лампы кстати достанем сразу две наверное потому что мне еще есть телек тоже 19 дюймов там тоже проблемы с лампой одной из ламп я делал человеку отключил защиту он поработал какое-то время пару месяцев и перестал работать вот поэтому будем доставать разбирать чистую матрицу и потом уже разбирать вот эту родную матрицу вот она на полу стоит да и менять туда лампа конечно не родная будет ну какая есть посмотрим как она проработает и сколько ребятки вот уже разобрал матрицу вытащил лампы вот они такие лампы вот не знаю честно говоря конечно как я всуну 19 дюймовые размер то не соответствует да никогда этого не делал так как эта работа мне не сильно приличало я обычно либо подкидывал другую матрицу либо отключал защиту инвертора и в принципе достаточно работала с отключенной защиты инвертора в этот раз я живу телевизор 19-дюймовый поработал буквально пару месяцев вот ну там хозяйка не хотела долго ждать как бы отдала мне уклада части не другой телевизор я поставил и все и пока у меня стоит этот неисправный даже до него еще не долезал и там помещу может там сгорел вектор вообще короче я посмотрю что там так ну поэтому монитор чеку вон она эта матрица родная стоит надо теперь получается ее разбирать вставлять эту лампу честно говоря ребят какая разбирал эту матрицу и надо просто собрал так вот какие скажем так вот без ламп просто чтобы целиком балашу может это пригодится плата такое на целое может и ничко пригодится опять-таки напряжение позамерять какие тут допустим до сравнения исходные если будет какая-то такая не рабочая матрица бывает в такое не маленькие неисправности типа например 117 микросхемка вылетает или 1117 или же кондер бывает и какой-то начинает утекать пробивается и все и нет например управление на матрице нет питания на матрице допустим подсветка есть изображение нет вот поэтому эта платка еще может пригодиться так все таки я честно я не знаю не хочется мне а почему верно возвращаюсь к тому что когда я разбирал эту матрицу мы об этом сколько смотрел роликов читал там очень важно чтобы эти светофильтры правильно поставить никакая пылинка туда не попала потому что будет видно на экране вот ну и вообще сам процесс сборки такой аккуратный должен быть чтобы потом еще целиком матрица было говорится живая работоспособная поэтому мне не покидает мысли все таки не знаю хотя бы на время попробовать сколько он проработает каким-то образом обмануть инвертор то есть подкинуть может быть какую-то формальную нагрузку вместо лампы резистор какой-то с конденсатором подобрать чтобы все таки он пускай пока работал на одной лампе ну пока не попробовать по крайней мере вот потому как я живу 19 на 19-дюймовую матрицу у меня лампа вот такой нет где-то искать как бы не очень интересно искать на разбитую такую матрицу чтобы была лампа девятнашка по сей длине а это я даже не знаю честно говоря как ее примастырить может быть эти ушки обрезать вот это вот аккуратненько вот это вот боковую эту не знаю станет она не станет надо разбирать тут честно я в общем на этом пока я остановлюсь ребят и уже покажу вам если получится пиндюрить туда лампа вот эту 17 тогда покажу сделать третью часть видео пока на этом все ребят до новых встреч ребятки решил я на всякий случай подкинуть такие лампы вот уже разобраны вот они светятся чудненько ярко дабы проверить после разборки потому как мало ли что-то разбирал где-то что-то не так сделал и яркие классно прикольно кстати делать из этих ламп освещения допустим рабочего стола кстати как здоровски светится очень ярко ребят ну они еще и греются у их друга вот за краешек они еще и греются возможно и даже кстати руками нельзя касаться как бывает галогенные лампы те же 12 вольтовые руками если вставляешь лампу в люстру то потом они быстро сгорают наверно от жира на пальцах возможно это происходит вот светится так ну в этом убедился вот теперь надо разбирать вот эту матрицу сейчас настраиваясь духом разбирать ее и пробовать вставлять какую-то из этих ламп пока на этом пауза ребята тихонечку произвожу разборку исходной матрицы монитор чека 19-дюймовую вот снял рамку вон рамка лежит внизу металлическую сейчас буду откручивать вот один винтик вот другого края другой винтик вот он здесь вверху а вот эта лампа у нас тут нижняя не работает вот ее я буду сейчас доставать вот пока процесс идет разборки ребятки вот снял матрицу вот она такая тоненькая вести прикольно вот вот сюда на этот слой с этой стороны нельзя чтобы попадала какая-то пыль иначе потом все это дело будет на экране вот этот светофильтры тут их тоже не перепутать последовательности их тут их несколько сейчас буду аккуратненько разбирать это дело дальше ребят вот раз разобрал пальцем закрыл матрицу здесь есть я не знал вот такие вот еще винтики который держит лампу я думаю чуть край взялся этот нет вот они и тут как задавите этот край как раз для заржавела где вода попала вот эта лампа и накрылась ветер причина всему сырость скорее всего даже думаю возможно тут просто провода отгнили от сырости я поэтому она не работает сейчас я аккуратненько постараюсь вынять ржавый конечно счет крутили бы и посмотрю на нее дай бог может она там ну хотя вряд ли я как-то я подпаяю проводочки там лампа скорее всего целая живая скорее всего вот здесь вот видите ржавый винтик вот этот угол скорее всего там где-то проводочек отгнил хотя возможно не отгнил может и совпадение хотя вряд ли совпадения в общем сейчас буду добираться дальше туда посмотрю что там ребята этот болтик который тут винтик вернем осеньки который заржавел он не выкручивался естественно лампа то не в принципе не рабочая вот я подрезал тут и подковырнула так и вытащила потому как с кусачками как-то выкручить он не мешал ну в общем разборка у нас полностью произошла вот эта лампа нерабочая нижняя вот верхней оставил не трогая вот она с проводочками вот она а это нижняя у нас к сожалению накрылась ну мне кажется что скорее всего туда попала сырость это и стала причиной выхода ее из строя так ребятки а вот это я кусачками сейчас попробую выкрутить ну и буду пробовать собирать ребят ну вот так вот выглядит я пока еще не приклеивал ничего просто установил буквально там сантиметра 4 с краю не хватает лампы ну и и думаю вообще видно не будет этого абсолютно лана шпана не сгорала работала максимально до хотя бы там пару лет проработал пару мало пускать действия проработает почему нет принципе электроника надежная 2016 года проработал 14 лет пока не поломался вот так ну сейчас буду потихонечку собирать ребятки произвожу обратную сборку вот это светофильтр такое толстого стекло какого-то хрена но никак не садится в этом углу я уже и так его аккуратненько старался поджимать и так вот стрёмно шип лампу тут уж не повредить короче парюсь не парюсь не значит опять на работу вытаскивать и вынимать не знаю поделитесь в комментариях как у вас это получалось не получалось легко ли получалось очень интересно